Новое, 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 стоп! Ребят, давайте немножечко передохнем И вспомним, что в игре есть еще секреты И интересные моменты, которые вы, возможно, упускали Эти долгие 10 лет Дорогие друзья, всем привет! Кто не знает, меня зовут Сагиров Иван Это мой канал Мистер Кэт И сразу Ребят, у меня вышло видео Лучший лук на первом уровне Кто еще не видел это видео, ссылочка в описании Вы оставили очень много там комментариев Поделились вашим мнением Но! Сегодня будет немного продолжения О данном луке А в начале Давайте вспомним Что такое полеты В игре Скайрим Я думаю, вы помните Что если вы Используете желе нитча Которое можно добыть с нитчей На острове Солстейм В дополнении Драгонборн Да То вы Можете спастись И не умереть Упав с большой Огромной просто Высота Высоты Конечно вы это знаете Я показывал в своих секретах Так же вы знаете Что если вы Будете падать И выбрасывать И выбрасывать разные вещи Себе прямо под ноги Камера Обязательно Должна быть сверху То вы как будто По ступеням Спускаетесь И тоже Можете Спастись Сложность Сложность играет роль Потому что вы Бьетесь Об эти вещи Если на легенде Нужно выбрасывать Вот Отлично Но друзья Возможно Вы не знали Если вы Играете за скрытого Ассасина Прыгаете с большой высоты А снизу Есть жертва Вы так же Можете Спастись Еще раз И мне кажется Этот способ Более Играбелен И интересен Потому что Есть во многих Играх Добивание сверху Даже Камера Офигела Но друзья Это еще Не все Дело в том Что Жертва Не всегда может быть Прямо под нами Но к нам на помощь Приходит стремительный Рывок Который неплохо Помогает Нам Какая красота Друзья Обалдеть Самое главное Используем скрытность Конечно же Увидели жертву Хорошо Теперь Присели Навелись Ровненько Конечно же Теперь Костом И самое главное Нажать Вовремя Новый геймплей Пробуйте Спалили Важно Данным фокусом Может воспользоваться Мне кажется Только Ассасин Потому что Кинжалы Самые Быстрые А скорость Играет Большую роль Вам нужно успеть Нажать В полете И конечно же Скрытность Должна быть Прокачена И Клинок Ассасина 15-ти кратный урон Играет роль А следующий секрет Связан С рыбалочкой Ребят На десятилетие Скайрима Всем владельцам Скайрим Спешл Эдишн Подарили Рыбалку Которую Очень многих Удивила И меня Тоже У меня Есть обзор Ссылочка В описании И тут Есть квест Даже ряд Квестов Которые Нужно Обязательно Пройти Чтоб Пройти Дальше Вы должны В поймать Очень редкую Рыбку И это Золотая Рыбка По-моему Их нужно Будет Выловить Три раза А клюют Они редко И друзья Возможно Вы не знали Эту Рыбку Не обязательно Ловить На удочку Потому что В определенных Местах Небольших Озерцов Вы можете Поймать Ее Просто Напросто Сразу Все три Руками Друзья Просто Руками Дракон Или Вот Пруд Чистых Сосен Очень Красивая Пейзажная Место И конечно Тут Также Будут Эти Рыбки Вспоминайте Где вы встречали Еще Небольшое Озерцо И там С огромной Вероятностью Будут Золотые Рыбки Об этом Мне написали Очень много Ребят Которые Путешествовали По новому Скайриму Спасибо вам А теперь Давайте Немножечко Вспомним Олхимии Можжевельник Ягодки Не очень вкусные Тертки Которых Можно довольно Много Добыть В окрестностях Маркарта В пределе Следующий И последний Нужный нам Ингредиент Очень много Его на болотах Морфола И это Собачий Корень Да Нелот Его любит Я рекомендую Если вы его Собираете Отключайте В настройках Траву Тогда Его собрать Намного Проще Вот смотрите Парочка Так бы было Заметить Очень трудно Но в чем Смысл Нам нужен Можжевельник И собачий Корень А теперь Алхимическая Лаборатория И С этих Ингредиентов В зависимости Как у вас Прокачена Алхимия Какие Вещи Одеты На алхимию Какие Бонусы Вы создаете Зелье Повышение Искусство Лучника У меня Аж на 114 Процентов Неплохой Бонус Для Лучника Согласитесь Ну конечно Мы это знаем Скажете Вы мне И вы знаете Что если Вы Используете Данное зелье Смотрите Лук 40 Кинжал Одноручный 34 И двуручный Топор 38 Если Вы Используете Данное зелье То Оно Не только Повышает Урон Лук Но Так же Всего Одноручного Оружия Кинжал 73 И даже Двуручного Секира 81 Знали Кто не знал Теперь знает И ребята Возможно Вы все же Не знали Что если Вы Играете В Skyrim Без Оружия Урон Так же От зельев Усиливается Простой Пример Кулачки Раз Два Три Четыре Пять Шесть Загружаюсь Кулачки И активирую Зелье Лочника На 114 Раз Два Три Работает А теперь Друзья Давайте еще раз Вспомним Лук Теней Кто не в курсе Вот недавно Я делал видео Лучший лук На первом уровне И мне И многим Из вас Показалось Что этот лук Очень Дисбалансный Потому что Урон Очень высокий Скорость Самая большая Во все Skyrim И можно получить Даже на самом Первом Уровне Базовый урон У лука Точно такой же Как и у Дейдрического Ребята Лука Нифига себе Так же он Самый скоростной Во все Skyrim У зефира И лука Ауреля Скорость Одинничка Тут же Один и два Но даже Если мы вспомним Лук В Моровинде Там одна из Характеристик Писала Скорость Скорее всего Это и сделали Но скрытно Чтоб мы не видели Еще Вы можете Достать оружие На 20% Быстрее Доставив его Вы получаете Невидимость На 30 секунд И кажется Что это лук Именно для Скрытого Убийцу Но Немножечко Не так Ребят Этот лук В основном Без скрытности Разваливают всех Очень быстро Нифига себе Что там за лучник Именно Потому что У него Огромная скорость А с вашими способностями Вводить в стан Это Большое преимущество То есть Много брони Без скрытности Да и при том В скрытности Он не особо работает Смотрите Вот простой пример Бандитка Я в скрытности Сзади Она меня не видит Я стреляю С зефира Рядышком Раз И два Дальше Аурелия лук Раз И два А теперь Я достаю Лук теней Давайте подождем Часок Вот она Так же Сзади Стреляю И она сразу Меня Замечает Она слышит Оказывается Данный лук Издает Шум Это первый минус Но есть и второй Многие ребята В комментариях Написали Вань Я бегаю с этим луком Примерно неделю И он перестал Водить Винвиз И на самом деле В Морринд У данного лука Были заряды И он через время Терял Способность Водить В невидимость И скорее всего Тут так же Ребятушки Но все равно Даже с этими Двумя минусами Это лук С огромным Физическим уроном И самой Большой скоростью Но Если вы Прокачаете Именно Быструю стрельбу И теперь Берем мой Билд гайд Лучник 2.0 В тяжелой броне И этот лук Самый крутой Ну согласитесь Огромное спасибо За внимание Поддержите видео Если вам понравилось Если вы еще не подписаны Подписывайтесь Нажимайте Колокольчик Оставляйте ваше мнение В комментарии Я их читаю Ребят Если понравилось Немножечко больше Прекомендуйте друзьям В соцсетях Спасибо вам Все Впереди Очень много Нового контента Все покажу И расскажу Пока друзья Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok